У нас в Бельгеме сегодня настоящий Сайлент-Хилл. Понедельник утро. Движения мало, потому что люди разъехались после дневных праздников на работы. Пешеходов, конечно, никогда здесь нет. И то ли от холода, то ли от чего жуткий мрачный туман. Сейчас уже 10 часов утра, даже позже, по-моему, начало 11-го, но вот за туманом вообще ничего не видно. Два шага вперед и жуть! Холодно, похолодало. Наверное, в этом году наконец-то будет настоящая зима. Сейчас градуса, наверное, минус 2 по Цельсию. Сколько это там, 30 с чем-то по Ференгейту. Очень свежо. Прогулка очень приятная. Вот в этом плюс малого количества дня и работы. Меня спрашивали, что на пенсии делать. Вот с сыном гулять на пенсии. Как Печкин. Жить только начинаем. Интересно, что на пешеходном ты идешь без сигнала. Американцы сами останавливаются, всегда пропускают. Очень редкие случаи, когда бывает за рулем человек с задницей, который вот просто хочет тебя перед носом проехать и все. У нас сиренева. Что у тебя ребенок или пешеходный переход. Вот он, он едет дорогу. Но это один случай из ста. В поголовном большинстве случаев люди останавливаются и пропускают. Интересно, что на начале каждой тропинки, вот я не успел показать, но всюду и всегда стоят готовые мусорники и готовые пластиковые кулечки для собачьих кокашек. Потому что люди часто здесь выгуливают своих питомцев. И чтобы вот они не оставляли на дорожке, где потом велосипедисты катаются, или люди пробежкой занимаются, чтобы не оставлялись собачьи сюрпризы. Все для людей и все для собак. Вот собачка ваша наделала делов. Мы взяли кулечек, бесплатно, ничего за это платить не надо. Подобрали сюрприз. И вот в этом начинается нюанс. Прям как в анекдоте. По идее, этот собачий сюрприз надо донести обратно до мусорника и туда его выбросить. Но очень часто, к сожалению, американцы этот сюрприз оставляют просто на дороге. Не знаю, увидим сегодня или нет. Наверное, слишком холодно. С собакам пришлось делать их не дела. Где-нибудь прямо возле дома вряд ли кто-то выгуливает в такую погоду. Ну а вот в погожие деньки гуляешь, и этот собачий сюрприз будет лежать в кулечке, очень аккуратно завернут, но просто посредине дороги. Вроде и сделано с умом, а для безмозглых. Если ты свинья, то национальность тебе не повредит. Быть свиньей не помешает. Неважно, американец ты или русский. Говно. Оно и в Африке, и в Америке тоже. Говно. Неприятно. Вдвойне, можно сказать. Потому что, если бы этот пёсик сделал свои дела вот здесь, на обочине дорожки, то с этими его экскрементами случается то же самое, что с беличьими, оленями. На них попадал бы дождик. Они бы удобрили вот эти кустики. Всё было бы согласно законам природы. Куда мы заехали? Это у нас здесь школа начальная. Слышно, как в тумане жутко визжат дети. Так вот, поскольку экскременты были водворены в пластиковый кулек, я думаю, что все знают, что период разложения пластика это 10 тысяч лет, то все законы природы нарушены, экскременты не стали удобрением, а только повредили природе. Так что мы с женой сокрушаемся по этому поводу. Вроде и разумно придумано, да? А неразумно, если разобраться. Неприятно. Кажется, солнышко выходит, заканчивается на Саунд-Хилл. Сегодня будет погожий солнечный денёк. Вот, кстати, и собачник с собачкой. И собачница. Good morning. Контрольно-американская улыбка, которую, наверное, в позитив надо отнести. Очень приятно, что абсолютно посторонние люди дали тебе свою улыбку, может, не искреннюю. Много есть разговоров на эту тему. Очень приятно, когда тебе желают доброго утра. Вот, о чём я говорил. Pet Waste Station. Пожалуйста, уберите за своей собачкой. Кстати, кульков-то нету. Но кита-активисты, наверное, тоже против пластика и разобрали. Так, этот человек убирает. Вот, сдул все листья и будет их подбирать с самого утра. Тяжёлая, наверное, работа. Good morning. Вот ты, 10-15. Сынуля, ты не спишь? Саша, мы тебя теряем. Какой? Улыбнись на камеру. Александр. Что ты такой сидишь надутый? Расстроился? Тебя тоже собачьи какашки расстроили? Ну, ничего. Вот, удобно. Приехал на машине, свободно. Чтобы выгулять собаку, поехать на машине логично, конечно. Бензин-то по сколько сейчас? По 2,40. Ха, дёшево. Вернили на машине, чтобы выгулять собаку. Этот райончик называется Баркли Уиллэдж. Как давным-давно американцы поняли, что возле продуктовых магазинов надо обустраивать сетку вот таких маленьких разного рода магазинчиков, офисов, стрижка, пожалуйста. Детская стрижка 13 долларов. Жуть какая. Кто-то же платит даже. И чаевые. Да-да. И аренда вот в таком, такой, не знаю, как это назвать, виллэдж, они говорят, Баркли Виллэдж. Дороговатенькая. Мы с супругой подумывали открывать маленький магазинчик. Увидели, почем аренда. Сейчас уже не вспомню. Посмотрю потом цифры, может, в комментариях допишу. Ну, помню, что как только мы увидели цифры, то нам расхотелось покупать, а точнее арендовать и открывать здесь магазинчик сразу же. Вся охота отпала. Не знаю, какую надо ставить наценку, чтобы вернуть деньги. То ли это цифры, еще можно вести переговоры и цифру уменьшать, но цифры были страшные, неприятные. Просто жуть. Не знаю, как они здесь, как им это окупается, непонятно. Минус все работает, что ли. Вот здесь мы хотели где-нибудь в этой новостройке. Открылся там абсолютно какой-то левый UMPQUA банк. Банк неизвестный. Ну, какие могут быть вот такого банка обороты и клиенты? Раз-два я обчелся. Вот этот домик. Все эти квартирки выстроили меньше, чем за два года. В середине 2013 года они начали. Но сейчас, конечно, заканчивается 15-й. Но заселились давно уже. Он сдан, по-моему, этой весной. Эксплуатацию. Квартиры дорогие. Вот я когда-то на форуме давно, еще в 12-м году смотрел квартиру вот в этом доме. И даже, по-моему, есть и фотография. Не квартиры, а дома. На тот момент квартира стоила 220 тысяч долларов. И речь идет о однокомнатной. 220 тысяч долларов. А сейчас, по-моему, даже та же самая квартира стоит, ну, или соседняя. То есть, той же планировки. Сейчас она стоит 265 тысяч долларов. За 4 года искусственно поднялась цена. Потому что популярный район, наверное. Близко супермаркет, транспортная развязка. Не очень далеко вход на фривей. То есть, если бы мы тогда ее купили, то сейчас можно подать на 45 тысяч дороже. Это прям пузырь. Так цены не должны расти. Туман рассеивается. Будет погожий день. Продолжение следует... Продолжение следует...